Медиагруппа Авангард представляет Друзья, привет! Рад вас всех приветствовать на нашем сок-форуме. Седьмой сок-форум, конечно, это очень круто. Семь лет мы обсуждаем вопросы кибербезопасности, в совершенно новых форматах находим ответы. Если вспомнить, как все начиналось, 7 лет назад это был, кто был, первый сок-форум, инфопространство. Мы рассчитывали, что соберем 200 человек, мы считали, что это очень много. Пришло 400, кофе на кофе-паузе закончился ровно через 5 минут после начала кофе-паузы. И, конечно, вот этот вот темп, который мы набираем, наши конференции, наши мероприятия, это очень круто. Итак, дорогие друзья, мы начинаем наш седьмой сок-форум. Сок-форум, посвященный практике противодействия кибератакам и построению центров мониторинга. Друзья, сегодня мы оказались в некоторой новой ситуации. Полтора годы пандемии, ну и не только пандемии, достаточно сильно изменили ландшафт. Я хочу попросить вывести стартовый слайдик. Конечно, за последние полтора года кибербезопасность стала такой прям очень яркой темой. Темой для обсуждения, для обсуждения во всех средствах массовой информации, в профессиональных сообществах. И кажется, что этой теме уделяется большое внимание. Мы тратим колоссальное время и ресурсы на обсуждение, но если посмотреть изнутри ситуации, изнутри кибербезопасности, ситуация, вообще говоря, обратная. Она выглядит совсем по-другому. Я не хочу противопоставлять цифровизацию, кибербезопасность, но если раньше существовало некоторое отставание, обеспечение безопасности перед цифровизацией, то ощущение, что за эти полтора года мы эту дистанцию не сократили, а она, к сожалению, только увеличивается. И, конечно, за последние полтора года драматически изменился ландшафт киберугроз. И, ну, я бы сказал, наверное, о двух плоскостях. Первое – это изменились, расширились цели сферы внимания злоумышленников, киберпреступников. Если раньше вся киберпреступность была так или иначе замкнута в достаточно узкой плоскости, в достаточно узкой сфере, это кредитно-финансовые организации e-commerce, то сейчас спектр целей киберпреступности расширился, и появились такие примеры, как вымогательство, шифровальщики и те выкупы, которые платятся за то, чтобы защитить свою систему, разблокировать систему, они только подталкивают. Примеры даже не будут приводить зарубежные. Зарубежные – это вот Colonial Pipeline. Недавно была большая атака на крупнейшего американского производителя мяса и крупнейшего в мире производителя мяса, который был парализован на неделю, и цены на его товары подскочили. Это был большой кризис. Это атаки на южноафриканского большого логистического оператора, и несколько морских портов были парализованы. Конечно, это все расширяет внимание преступников, ищущих монетизацию. Но если мы говорим про сферы, отрасли, в которых нет прямой монетизации, то там тоже произошли значительные изменения. И я хочу здесь говорить о нашей российской практике. НКЦКИ вместе с нами в начале года в мае опубликовала информацию о раскрытой атаке на несколько крупнейших российских государственных организаций. И это были атаки уже не просто коммерческих группировок, ищущих какую-то финансовую выгоду. Это были серьезные атаки, очевидно, спонсируемые государством. Их целью было получение контроля над IT-инфраструктурой, получение так или иначе конфиденциальной информации. И таких примеров становится все больше. Критическая информационная инфраструктура, промышленность, атаки, идущие на них, сейчас усложняются. И вторая плоскость, касающаяся изменения ландшафта киберугроз, это, конечно, усложнение техник. Усложнение техник, сейчас мы с вами обсуждаем то, что раньше было бы некоторыми совершенно экзотическими примерами. Это атаки на разработчиков программного обеспечения, и такие примеры есть в России. Это атаки через IT-поставщиков, это атаки на так называемые каркасные IT-системы, системы IT-мониторинга, принтерные подсети. Этого полтора года назад раньше не было. И, конечно, это ускорение скорости атак, ускорение развития атак. Я здесь воспользуюсь примерами, которые приводил НКЦКИ, и то, что мы видим, при появлении государственного информационного ресурса в домене GoFru, первая целевая атака на него начинается менее чем через пять дней. Развитие атаки, появление нового атакующего программного обеспечения происходит ежедневно. Если раньше от момента опубликования уязвимости до момента появления эксплойта могли проходить недели, то сейчас время исчисляется часами. И, конечно, для меня такой очень негативный фактор, что уровень защищенности наших компаний оставляет желать лучшего. Даже я бы сказал, что новая ситуация, в которой мы оказались, мы, безопасники, к ней не готовы. И, не знаю, мы приводили аналитику, статистику, что сейчас в ряде компаний, в 60% компаний до сих пор не закрыты уязвимости, которые использовал в 2017 году WannaCry, и следы этого атакующего программного обеспечения до сих пор присутствуют в информационных системах. И, конечно, когда мы говорим о таких примерах, важно все-таки понимать, что мы делаем. Шесть лет до этого мы обсуждали подходы, технологии, методы борьбы с кибератаками, но мы сейчас оказались не готовы. И, конечно, сегодняшняя секция называется «Кибербезопасность. Перезагрузка» ровно для того, чтобы поговорить, что мы делали не так. А точнее, мне очень нравится фраза, что если хочешь получить другой результат, надо что-то начать делать по-другому. И, кстати, любопытно, эту фразу приписывают Альберту Эйнштейну, но на самом деле он ее никогда не говорил. В оригинале эта фраза звучит так, что «Безумие – это повторение одних и тех же ошибок в ожидании других результатов». Вы знаете, эта фраза впервые прозвучала в 1981 году на съезде Организации анонимных алкоголиков в штате Техас, США. Друзья мои, цель нашего разговора, цель нашей дискуссии – понять, что мы делали не так. Что нам нужно делать по-другому, чтобы противостоять новому уровню угрозы. И эту тему мы обсудим в течение этих полутора часов с нашей уважаемой панелью, с нашими спикерами, экспертами в кибербезопасности. И свой первый вопрос я хочу адресовать Юрию Максимову. Юрий Максимов, основатель компании Positive Technologies. Юрий, твое мнение? Уровень защищенности? Что мы делали не так? Что мы должны делать по-другому? Друзья, добрый день. Игорь, спасибо большое за хорошую такую вводную часть. Смотрите, друзья, чтобы поговорить про защищенность, давайте еще раз пару слов про те инциденты, которые сейчас происходят. Мы прямо за последние два года видим драматическое изменение количества успешных инцидентов, которые приводят, по сути, к таким неприемлемым последствиям. У нас сейчас изменилось два очень важных фактора. Первое, по сути, это разделение труда. У нас сейчас преступники уже не просто, это какая-то гомогенная масса. Происходит разделение труда на тех людей, которые делают инструментарий, умеют взламывать, но они сами не участвуют в этих атаках. Они, по сути, продают этот инструментарий, оказывают техническую поддержку. И те люди, которые эксплуатируют. Это привело к драматическому увеличению количества людей, увлеченных киберпреступлением. Это один из таких важнейших факторов. Вторая история, это то, что, по сути, сейчас произошла парадигма от того, что раньше можно было украсть деньги, если говорить про киберпреступления. А сейчас уже можно вымогать деньги. То есть, по сути, достаточно показать, что сейчас я причиню какой-то неприемлемый ущерб, и все, и компании платят деньги. И здесь очень важный момент заключается в том, что мы по-честному не видим ту картину, сколько происходит киберпреступлений. Мы можем опосредованно понять по количеству атак на физических лиц, на нас, на людей. Кибермошенничество, звонки вот эти все бесконечные, драматическое увеличение. В принципе, вот в корпоративе происходит все то же самое. Если компании, которые занимаются расследованием, привлечены к расследованию конкретных преступлений, они видят, как драматически много и какие драматические последствия стали в этих преступлениях. Ну, то есть, первое, это киберпреступления, ориентированные на получение денег. Либо кража денег, либо помогательство. Произошло преступление, зовут компанию. Компания приходит, происходит расследование. И что они видят? Они видят, что произошло сейчас преступление, и киберкакие-то группировки сидят там на протяжении уже месяцев и лет. А там уже происходит кибершпионаж, а это вообще неуловимая история. Ну, украли у тебя какие-то секреты. Ну, китайцы опять оказались очень удачные, условные китайцы. И у них произошло производство, воспроизведение какой-то технологии, которую делали только мы. А потом мы понимаем, что какие-то ребята сидят условно там в метре от свершения совершенно неприемлемых сценариев, там, кибертерроризма, кибервойны. И ты понимаешь, насколько, насколько мы сейчас уязвимы с точки зрения внешних атакующих, неважно кто они, с точки зрения получения неприемлемого для нас результата. И здесь, отвечая на вопрос, насколько мы уязвимы, хочется понять и определить, что такое быть уязвимым. Быть уязвимым перед чем? Перед тем, что что-то можно взломать. Ну, это вечный тезис, что все можно взломать. Но ведь на самом деле он ничего нам не помогает и не опровергает. Ну, то есть уязвимы перед тем, что по отношению к нам можно реализовать какой-то сценарий, абсолютно неприемлемый для нас. И вот здесь очень важна статистика. У нас же в стране есть какое-то количество компаний, которые умеют производить такие работы, которые показывают реальный уровень резистентности компаний именно к атакам, которые направлены на реализацию неприемлемых ущербов. Кража неприемлемой суммы денег, каких-то экзистенциальных реализаций угроз, взрывов, гибели людей и прочее. И получается, что если посмотреть статистику компаний, которые проводили такие работы, ну, по сути, из сотен, из тысяч компаний только единицы, единицы компаний, которые резистентны к таким атакам. Что мы видим? Условно, группа гражданских хакеров, гражданских, не из каких-то спецслужб, это люди, которые вышли из админов, из айтишников, которые свои навыки приобрели на протяжении нескольких, условно, лет. Они группой в 5-10 человек, условно, за пару недель, могут причинить такой ущерб компании, который абсолютно неприемлем с точки зрения владельцев и легендиров. И вот этот уровень защищенности, он, конечно, для нас абсолютно сейчас неприемлем. Поэтому, когда Игорь говорит про то, что же нам изменить, мне кажется, нам в первую очередь нужно изменить свое отношение к тому, какого результата мы ждем. Понимаете, вот эта ловушка, в которой мы постоянно находились раньше, что все можно взломать, поэтому давайте просто улучшать ситуацию с кибербезопасностью, она сегодня не срабатывает. И когда мы смотрим на реализованные уже атаки, на вот эти преступления, мы понимаем, что так не годится. Поэтому постановка цели, что нужно делать правильные вещи, которые должны привести к повышению защищенности, то, что срабатывало 5 лет назад, сейчас не срабатывает. Цель и полагание должно быть другое. Цель и полагание должно быть сформулировано так, что я могу перечислить для себя неприемлемые риски и поставить цель службе кибербезопасности, сделать так, чтобы они были невозможны. Когда мы оперируем вероятностями, мы являемся заложниками этого термина. Что такое вероятность того, что произойдет какая-то большая проблема? Она же складывается из двух вероятностей. Первая вероятность, что кто-то попытается реализовать такую атаку. И вторая, насколько она будет успешна. Вот на первую вероятность мы влиять можем очень опосредованно. Да, у нас сегодня встретятся президенты, по-моему, сегодня. Америки, России, и может быть атак будет меньше, а может быть нет. Но мы, как люди в компаниях, на это влиять не можем. Мы можем влиять на ту вероятность, вероятность исхода при наличии атаки. И здесь важно для себя ответить. А вот мы говорим, вероятность улучшилась. Ну, то есть как будто бы менее вероятна атака. Это что значит? Это значит, пришли пять компаний или пять групп хакеров, и из них три оказались успешны, а потом две оказались успешны. Нет, сегодня ситуация такая. Позови хакеров, они придут и покажут, как за несколько дней устроить этот дизастер. Позови еще одних, они снова придут. У нас вторая вероятность сейчас 100%. Ну, за исключением нескольких компаний. 100%. Если они придут, они будут успешны. Поэтому для меня самая важная история с точки зрения защищенности, это изменение цели и полагания. Если они придут, они должны быть неуспешны. И руководитель службы кибербезопасности должен за это ответить. Да, Юр, спасибо. Я тебя услышал так, что если ты не можешь поменять ситуацию, измени точку зрения на нее. Ну, нет, конечно. Я говорю, что ситуацию мы не можем изменить с точки зрения того, как нас атакуют. Их стало больше, и поэтому мы сейчас видим гораздо больше успешных атак. Вымогания, кражи денег и прочее, прочее, прочее. Я говорю про то, что мы не можем влиять на то, как много их приходит к нам. Мы можем влиять на то, если они придут к нам, насколько они будут успешны. И наше целеполагание должно быть измерено именно нашей резистентностью к тому, что придет кто-то и пытается реализовать неприемлемый для нас ущерб. Пускай они взломают рабочую станцию секретаря, пускай они взломают даже веб-сервер, но они не должны украсть у нас условно 5 миллиардов рублей или сделать какую-то атаку, которая приведет к катастрофе. Вот о чем речь. Хорошо. Виталий Сергеевич, Юрий правильно сказал, что давайте изменим целеполагание. Давайте скажем, что айтишникам, безопасникам, давайте скажем, что система не должна быть взломана, не должно наступить тех экзистенциальных рисков неприемлемого ущерба. Но мне кажется, что мы вот этот вопрос, когда смотрим под углом нормативной базы, мы вот уже эту постановку задачи сформулировали. У нас есть мощная нормативная база в области защиты, в первую очередь, критической информационной инфраструктуры. Но она, мне кажется, тоже нас не сподвигла к нужному результату. Как Вы считаете, какие проблемы сейчас стоят на пути реализации законодательства в области критической информационной инфраструктуры? Какие конкретные шаги, какие пути решения есть? Добрый день. Юрий Владимирович хороший тезис сказал, что надо изменить отношения, только умолчал, как это сделать. Какими методами и какими средствами этого результата достичь Вы правильно сказали, что с точки зрения законодательства и нормативно-правовой базы цели и полагания поставлены. Ну, в части, допустим, критической информационной инфраструктуры определено, что целью является недопущение негативных последствий. Ну, в части государства, в частности, эти критерии определены. Дальше вот именно та вот происходит коллизия, о которой Юрий Владимирович упомянул. Это руководители и специалисты, уже конкретно правоприменители или там те, кто реализует эти требования, делают все для того, чтобы, значит, эти риски понизить и объявить о том, что последствия, вот тех последствий, которые Вы привели в подводке по инциденту, что они не могут наступить, и у нас все по-другому. И эта тенденция продолжается, она очень хорошо, мы ее видим на процессе категорирования объектов критической информационной инфраструктуры. Вот, с точки зрения нормативно-правовой базы и методических документов, которые, ну, в части, допустим, в СТЭК России и там федерального законодательства, мы проблем постановки таких целей не видим. Вот, у нас есть следующее, вот, как мы все-таки предполагаем, какая проблема. Ну, первая проблема – это решение принимает все-таки руководитель, руководитель организации о том, приемлемы для него те или иные риски. И от того, как руководителю, а мы здесь все так или иначе, ну, на сцене присутствующие руководители, и от того, как подчиненный донесет информацию, значит, до руководителя многое зависит. И мы, и здесь то, что, ну, ряд или многие специалисты по безопасности, по безопасности не могут правильно преподнести, как нам кажется, наше мнение, значит, преподнести руководителю вот эти риски, вот эти возможные негативные последствия, это является первой проблемой. Здесь она вытекает из многих аспектов, это из подготовки, в ходе подготовки этих специалистов не учат, курсов повышения, там, квалификации или переподготовки по данным вопросам тоже практически нет, там, это, в частности, поэтому это вот первый тезис. Второй тезис. А, в отличие от, вот, как вы сказали вначале, это по поводу, там, цифровых технологий, IT, там, которая развивается, в отличие от IT, или, там, те, кто занимается цифровизацией, которые очень грамотно и качественно преподносят руководителю, какие блага наступят после того, как будет внедрена та или иная цифровая технология. Вот поэтому и ощущается вот это расставание, отставание, извините, и оно, как бы, в примерах очень конкретных выражается. Вот, недавно мы были свидетелями, значит, не буду называть, там, государственный орган, но, условно говоря, организацией, которой активно внедряются, там, технологии дополненной реальности, там, большие деньги, программы и так далее, а при этом на рабочих местах, в инфраструктуре стоит, значит, операционные системы, давно уже, там, порядка семи, там, восьми лет неподдерживаемые производителем, уязвимы, там сидит, там находится вредоносное программное обеспечение, и, как бы, но при этом дополненную реальность всячески, как бы, надо внедрить. Вот этот результат. Поэтому одна из основных проблем, которые мы видим, это все-таки надо уровень специалистов по безопасности повышать с точки зрения ориентации, я здесь согласен с Юрием Владимировичем, с точки зрения ориентации информационной безопасности на, значит, применительно, там, бизнес-процессам, производственной деятельности, и тогда вся методология, которая выстраивает защиту с точки зрения, там, значит, таких подходов, она пусть несовершенна, но она уж точно не мешает для того, чтобы решить эту задачу. Спасибо. Спасибо большое. Игорь Федорович, сейчас профессиональное собственное вроде бы сходится во мнении, что действительно мы не можем противостоять вот этому современному уровню угрозы. Большинство компаний не могут отразить даже, там, кибератаки среднего уровня. Чего не хватает? Технологий, людей, знаний, компетенций, российских технологий. Где корень проблемы? Спасибо, добрый день, уважаемые коллеги. Ну, вот я тут хотел бы поддержать мнение Виталия Сергеевича и Юрия о том, что на сегодняшний день вот утверждать, что абстрагироваться, точнее, утверждая, что количество компьютерных атак, их сложность, направленность выросла, не рассматривая вопросы информатизации, наверное, невозможно. Количество этих атак выросло, и их сложность возросла, потому что информатизация стала более широкой. Стали появляться новые сервисы, они появляются каждый день, а это неизбежно влечет появление новых векторов атак. И поэтому на сегодняшний день, к сожалению, да, факт, вы правильно сказали, он заключается в том, что количество и сложность этих атак возрастает. Но если задаться вопросом, есть ли понимание не только у специалистов по информационной безопасности, но и у руководителей компаний в необходимости принимать меры по защите своих цифровых активов, и вообще, что такое цифровой актив, и как он влияет на развитие конкретного бизнеса, наверное, вот в этом направлении мы еще очень слабо продвинулись. Нужно воспитывать не только специалистов в области безопасности, инфраструктуры, нужно воспитывать и менеджеров в том числе, и менеджеров высокого уровня, которые принимают решения о векторах развития своих компаний. Без этого на сегодняшний день, к сожалению, наверное, развитие невозможно, обеспечение безопасности. И вот тут Юрий говорил о том, что нужно целеуказание поменять. Целеуказание может поменять только руководитель, если он осознает, что вот есть угрозы для его бизнеса, не для IT-инфраструктуры как таковой. Тут надо понимать, что на сегодняшний день, наверное, какая бы защищенная система ни была, если кто-то задастся целью в нее проникнуть, он все равно в нее проник. Если он не ограничен в ресурсах, он может сидеть, ждать, наблюдать и всегда дождется какого-то благоприятного для него события, которое позволит ему в эту инфраструктуру проникнуть. Вопрос, причинит это вред бизнесу или не причинит. Если мы будем исходить вот из этого подхода, о том, что главная задача не дать причинить вред государственному органу или коммерческой компании, и это осознают руководители этой компании и будут ставить именно так вопрос перед специалистами в области безопасности, то, наверное, мы получим какие-то положительные, ну, не наверное, а получим положительные результаты в области обеспечения безопасности. Я бы вот так сказал. А вот смотрите, сейчас вот три ответа на вопрос, они с одной стороны я их разделяю, с другой стороны они звучат примерно следующим образом, что руководитель должен изменить свою там ментальность, изменить целеполагание и начать требовать с безопасником. А дальше вы приводили пример, что вот есть айтишники, которые могут донести очень хорошо свою позицию до руководителей. Да там все очень понятно. Есть бизнес-эффект, к которому приводит цифровизация. Безопасность это все-таки такая функция, но если она хорошая, она незаметна и каких-то вот таких вот прямых бизнес-эффектов в смысле позитивных их нет. И когда мы говорим о позиции руководителя, все-таки как правило об изменении его позиции мы говорим про некоторое давление со стороны государства, нормативные требования, так или иначе штрафы, которые могут налагаться, ответственность. А вот Игорь Федорович, вот с этой стороны должно ли сейчас, вот чтобы изменилось вот это целеполагание, усилиться давление со стороны государства на бизнес, не знаю, на нас, на отрасль? Нет, ну, на мой взгляд, на сегодняшний день у нас в государстве сложилась хорошая система нормативно-законодательной базы. Есть все требования, есть обязательства, есть ответственность, осталось только их выполнять. И поэтому в первую очередь, конечно, это вопрос контроля за исполнением этих обязательств, этих требований, которые выдвинуты. Но нам, как мне тут вот, как вчера сказал Владимир Владимирович, наша страна идет по пути убеждения, а не принуждения. Поэтому я так полагаю, что на сегодняшний день в области информационной безопасности усиливать давление путем введения каких-то дополнительных требований, ужесточения ответственности, нет необходимости. Нужно выполнять то, что уже введено. Виталий Сергеевич. Да, но я бы хотел дополнить, но это когда-нибудь закончится, я имею ввиду по поводу убеждений, как все когда-то хорошее оно заканчивается. Мне кажется, это как с QR-кодами. Ну, я ассоциации не провожу, как бы я просто когда-то этому должен прийти, но я не об этом, вот вы мысли сказали, я сейчас буквально по поводу того, что там, значит, когда приходит айтишник, или тот цифровизацию осуществляет, он приносит и говорит, какая будет прибыль, а безопасник не может сказать, какая прибыль, но это как бы как посмотреть, то есть отсутствие убытков, это же тоже прибыль, поэтому тут это как с вопросом, значит, а что стало вот хуже, вот хуже становится, количество атак повышается, количество угроз растет, но я по-другому можно немного посмотреть на это все, если мы понимаем, что количество атак, значит, мы их фиксируем, значит, мы их обнаруживаем, с ними борются специалисты соответствующие, принимаются меры, то есть и здесь говорить о том, что количество атак, рост количества атак, это вот показатель неэффективности, чего бы то ни было, я бы так бы не говорил, вот рост успешных как бы атак, вот это вот показатель, наверное, должен быть какой-то эффективности, а понимание того, что количество этих атак растет, значит, средства работают, значит, специалисты их выявляют, фиксируют, вот, другой вопрос, это проблема, что дальше происходит после того, как мы это все обнаружили, но это чуть дальше мы, я думаю, поговорим. Да, а вот все-таки, Виталий Сергеевич, хочу вас вот про роль государства, прошу прощения, домучить, я на самом деле согласен, что сейчас нормативная база в области кибербезопасности, ну, она даже не то, что недостаточная, а местами я бы даже где-то пошел по пути, ну, так вот, либерализации, но при этом, ну, как говорят, что строгость наших законов, да, там, компенсируется необязательностью их исполнения, а как вы считаете, что мы должны сейчас предпринять, что вы предпринимаете для того, чтобы вот этот вот контроль, государственный контроль за исполнением требований, уже предъявленных, он усиливался, и они таки выполнялись? Ну, все, что предусмотрено законодательством, то есть мы, как государственный орган, не можем в области, особенно в области такой чувствительной сферы, как контроль, предпринимать какие-то меры, которые, значит, законодательством не прописаны. Мы в этом году приступили к реализации положений 187-го закона с точки зрения государственного контроля. первые проверки начались, они, значит, показывают определенный результат, тенденции, может быть, на секциях, которые будут вестись в рамках форума, более подробно об этих проблемных вопросах поговорим. Ответственность установлена, все, то есть с точки зрения, как мне кажется, с точки зрения государства уже усиливать там что-то, ну, от того, что мы штрафы сделаем там не 500 тысяч или не 100 тысяч, а миллион без практики правоприменения, как бы того, что сегодня есть, я не думаю, что какие-то эффекты будут. Мероприятия по контролю спланированы, проводятся, в установленном законном порядке, проблемы есть, предписания, как бы, и со следующего года начнется уже в полный рост административная ответственность. А там дальше посмотрим, обладает ли это эффектом каким-то или нет, и будем уже шаги дальнейшие планировать. Да, хорошо, спасибо, Юр, добавишь? Да, я буквально пару слов хотел еще сказать про давление, прежде чем начинать давить на руководителя, или когда у нас закончится стадия убеждения. Вот смотрите, мы обозначили две проблемы. Первое, что руководитель не хочет того результата, про который мы сейчас говорим, и второе, что служба не может обеспечить этот результат. Это проблемы курицы и яйца, как этот круг порочный разорвать. Ну вот, я могу просто поделиться своим личным опытом. За последний год, условно, поговорив с парой десятков первых лиц, крупнейших российских компаний, я могу сказать следующее, что если с первым лицом разговариваешь на языке неприемлемых рисков и говоришь про то, что вот сейчас вот так, а можно сделать вот так, я не видел ни одного гендира, который бы от этой истории отказался. Он даже готов инвестировать в это не деньги, он готов инвестировать время топ-менеджмента, что самое важное, потому что большинство рисков, не большинство, большая часть рисков закрывается даже не методами кибербезопасности, а какими-то организационными историями. И ты приходишь к гендиру и говоришь, смотри, вот сейчас, деньги универсальная история. Я постулирую о том, что сейчас, если придет группировка до шести человек, она за три недели сможет украсть у нас условно там сто миллионов евро. Он говорит, да ладно, ты говоришь, ну точно, это можно проверить, сейчас позвать, у нас там есть пяток компаний, которые могут это сделать. У нас здесь сидит несколько компаний на сцене. Вот ни один гендиру не скажет там, а да ладно. И ты говоришь, что смотри, вот сейчас позовем, и они это покажут, как это сделать. Второе, мы позовем службу безопасности и скажем, это надо убрать. А третье, мы переведем это на непрерывный контроль, что на самом деле мы сейчас находимся в состоянии, при котором хакер, придя, не сможет реализовать этот сценарий. Ни один гендир не отказался от такой истории. Тут начинается вторая тема, а как, собственно говоря, реализовать такой результат. И про это нам всем надо разговаривать. Но вот эта разорванность между службой безопасности и первыми лицами компании, это тот фактор, который нас тормозит. Но у нас уже нету времени этого ждать. Нет. Надо начинать разговаривать. Поэтому мой призыв такой. Идите, разговаривайте в такой терминологии. Ни один гендир не откажется здравомыми. Ни один. Дмитрий, хочу вас спросить, насколько, рассудите нас. Норильский Никель, насколько я знаю, очень хорошо, успешно развивает направление кибербезопасности. Действительно, у вас одна из таких сильнейших команд в области кибербезопасности в отрасли. Рассудите нас, что должно стать мотиватором, что должно стать побуждающим мотивом, вот как мы сейчас пришли к мнению для бизнеса и для первых лиц компании, для того, чтобы действительно инвестировать время, средства, ресурсы в обеспечение кибербезопасности. Как построить успешную кибербезопасность? Во-первых, я хотел сказать, что я абсолютно согласен со всем, что вот, хотя я опоздал на то, что я услышал с момента моего появления в зале, потому что все те аспекты проблем, которые были затронуты, абсолютно применимы, приемлемы и актуальны для нас. Основой, тем не менее, я вижу два основных направления. Первое, это подготовка квалифицированных кадров в области инфорбезопасности, создание команды, которая может обеспечить безопасность. И третье, абсолютно справедливо, это работа с руководством компании. Именно подход и поиск путей, когда информационная безопасность может не просто априори говорить о своей нужности, а доказать, показать и убедить руководство в том, что это неизбежно, неотъемлемо и необходимо, вот это требует и особого подхода, особое умение. Потому что, если совершенно справедливо, количество атак растет, но количество отраженных атак, если постоянно ссылаться на то, что мы отразили столько-то атак, это все равно не вызовет восторга, удивления, и это будет восприниматься как некий факт, который, ну да, ты доказываешь нужность своего существования, но то, что ты не допустил ситуации, при которой были бы созданы и реализованы реальные угрозы для бизнеса, реальные потери, и вот это нужно объяснять, говорить и демонстрировать, и именно, кстати, для этого очень важны, я считаю, назовем так, киберучения в рамках компании, когда проводятся и какие-то и пентестинги, и моделирование ситуации, которые наносят прямой ущерб и приводят к каким-то потерям, и доходчиво ясно объяснить это, это первая и, может быть, основная задача. А можно уточняющий вопрос, ведь когда мы разговариваем с бизнесом, всегда у бизнеса, ну я сам руководитель компании, у меня тоже есть специалисты по информационной безопасности, и мы, руководители, я уверен, что вы меня поддержите, мы достаточно остро реагируем на так или иначе манипуляции, ведь вы правильно сказали, когда приходит безопасник и начинает что-то рассказывать про инциденты, ущерб, угрозы, у руководителя может сложиться мнение, что он в некотором смысле запугивает, манипулирует, пытается доказать свою необходимость, когда приходит и рассказывает руководитель компании, поставщика решений, может сложиться ощущение, что это, ну, в определенном смысле способ продать свои продукты, и вот где та грань, чтобы не перейти вот это вот при общении с первым лицом, с руководителем, чтобы не перейти вот эта вот грань манипуляции. Доверие, поэтому руководитель службы безопасности должен пользоваться абсолютным доверием руководителя компании, и изначально первый посыл должен быть, что безопасность это отсутствие опасности, и поэтому, если все хорошо, это является главным результатом работы. Хорошо, спасибо. Движемся дальше, давайте я хочу вернуться в плоскость государственной политики и помощи государства в обеспечении безопасности. Александр Михайлович, хочу задать вопрос вам. Минцифры сейчас находятся в очень такой активной позиции по отношению и к отрасли рынка информационной безопасности. Сейчас запускает, реализует много интересных таких больших инфраструктурных проектов. Как вы видите роль Министерства цифрового развития в обеспечении информационной безопасности страны, и в повышении нашей защищенности? Расскажите, пожалуйста. Да, спасибо, добрый день, уважаемые коллеги. Наверное, да, есть смысл вот обрисовать роль Министерства в принципе, ну то есть вот где наше место в системе информационной безопасности. Ну, первое, если у нас коллеги ФСБ и ФСТЭК все-таки в связи с особенностями их как служб, это, наверное, они об этом сегодня говорили, это требования и контроль, то Министерство в существенно большей степени это создание условий, это поддержка. И опять же, мы, ну вот, собственно, само Министерство сопровождает создание информационных систем, в этом смысле мы находимся ближе гораздо к самому бизнесу IT и также и к бизнесу, наверное, информационной безопасности тоже, наверное, взаимодействие с ними должно быть, но у нас более плотное, а коллеги в любом случае с требованиями контроля, ну, в любом случае будут находиться на некоторой определенной дистанции. Вот. Ну, мы реализуем основное, где мы реализуем свои функции по поддержке, это программа цифровая экономика информационная безопасность, в том числе здесь у нас мы выступаем неким интегратором, мы здесь и у нас реализуются проекты разных других федеральных органов исполнительной власти, важные проекты, в частности УФСБ, Национальный Технологичный Центр Методов Современной Криптографии, УФСТЭК мероприятие Топорный Центр Доверенной Операционной Системы. Мы, вот сегодня тоже говорилось о кадровом вопросе, у нас целый большой блок подготовки кадров, это мы помогаем подведомственным вузам, Минцифры, вообще государство, готовим в области международной информационной безопасности кадры Ассоциации документальной электросвязи, мероприятие Центробанка, здесь тоже по подготовке специалистов информационной безопасности в этой сфере. Запускаем сейчас программы тестирования по информационной безопасности госслужащих и для широких слоев населения. Я бы здесь два мероприятия выделил, вот именно где мы видим свою важную роль, которую вот в этом году сейчас будут запущены. Первое, это так назвали его независимый анализ защищенности государственных информационных систем. Здесь, наверное, не совсем точно независимый, речь идет о том, что мы начинаем привлекать и строим правильный механизм оценки защищенности и в дальнейшем устранение найденных уязвимостей с привлечением коммерческих организаций. То есть мы в первую очередь вместе с регуляторами разрабатываем соответствующую правильную методику, а потом привлекаем наиболее компетентные коммерческие компании к оценке защищенности. Получаем от них результаты, выдаем рекомендации, дальше устраняем, проверяем. Вот такая модель. А вот похожая модель, если говорить здесь уже о защите населения, это не совсем кибербезопасность, наверное, киберпреступление, ближе, это тоже система антифишн, которую мы запускаем. Мы на своей базе строим платформу выявления фишинговых сайтов, но опять же привлекаем на коммерческой основе ведущие компании в этой отрасли, которые также нам будут предоставлять для этого материалы. Мы будем все эти материалы обобщать и выдавать, передавать соответствующим правоохранительным органам возможности, то есть эти материалы для уже принятия конкретных решений по блокировке сайтов. Вот, наверное, такая ниша наша, я так вижу, как основная. Спасибо. Спасибо большое. А вот хочу задать вопрос Станислав Константинович вам, как к руководителю Центра Компетенции по информационной безопасности в рамках программы «Цифровая экономика». Вот сейчас Александр Михайлович очень правильно говорил про поддержку отрасли. Программа «Цифровая экономика» как раз про это. Как вы считаете, как должна осуществляться поддержка отрасли, поддержка или мотивирование бизнеса к обеспечению кибербезопасности, ну и роль в целом программы «Цифровая экономика». Да, спасибо большое. Прежде чем ответить на этот вопрос, хотел бы на самом деле вернуться к дискуссии по первому блоку. Буквально несколько слов. Вы знаете, вообще, вы, Игорь, вместе с своей командой семь лет назад очень четко определили, угадали вектор развития. И когда вы создавали СОК-форум или СОК как центр компетенции кибербезопасности, на самом деле это был вызов, вы этот вызов приняли, и сегодня это уже фактически целая, ну если не отрасль, то огромный центр компетенции. Так случилось, что за эти годы разные компании, представители, наверное, вот здесь у нас на сцене, наверное, все ключевые люди этой отрасли находятся, ряд из них руководят тоже направлениями, в которых работают СОКи либо центры киберзащиты. И так случилось, что за эти годы эти центры развивались по-разному, добиваясь тех или иных результатов. Но случилось то, о чем сказал Юрий, о том, что сказал Игорь Федорович, случилось изменение парадигмы, мне кажется. Это точно произошло. Не произошло появление правил. И, конечно же, те СОКи, которые сегодня существуют, их становится все больше и больше, конкуренция увеличивается, слава Богу. Потому что понятно, что не только крупные компании завтра, но и, наверное, подавляющее большинство компаний, бизнеса, отраслей экономики России будут использовать этот эффективный инструмент для того, чтобы мониторить эти риски, для того, чтобы можно было выявлять угрозы, для того, чтобы можно было реагировать на эти угрозы, реагировать эффективно на эти угрозы. И, конечно, опыт этих лучших соков сейчас очень важен, интересен. И, наверное, можно просить представителей как раз Александра Михайловича и всех коллег, регуляторов, объединить этот опыт и, в конце концов, составить минимальные требования, правила, по которым, собственно говоря, эта отрасль будет развиваться еще быстрее. Я, со своей стороны, не могу не сказать, что по нашему направлению в Сберии наш сок на сегодняшний день, вот последние цифры приведу, уже анализирует 200 миллиардов рейхсобытий в сутки. Мы сегодня фактически на площадках анализируем около 1 миллиона различных сообщений в Даркнете. Ну и такие же примерно показатели у других наших партнеров, коллег. Около 2 миллионов вредоносного ПО отражаются, уничтожаются нашими автоматизированными средствами защитами в год. Около 100 кибератак отражает сок Сбера в день. И на сегодняшний день за последний год фактически было отражено 140 крупных дидос-атак на нашу инфраструктуру. Важно, на самом деле, что мы развиваем не только свои компетенции, не только процессы в наших центрах киберзащиты, но и строим платформенные решения. Этим занимаются мои коллеги в разных компаниях. У нас, например, есть одна, может быть, очень важная такая компетенция, когда нам удалось отказаться от иностранного программного обеспечения, когда нам удалось создать собственные платформные решения. И сегодня в нашем соке используется 100% отечественного ПО, из которых 90% разработано экспертами сотрудниками Сбера. Мне кажется, отвечая на Ваш вопрос, Игорь, что касается собственно говоря программы цифровой экономики, честно признаться, хотелось бы, конечно, чтобы программа двигалась быстрее. Четыре фактически перезагрузки случилось этой программы за последние годы. Та последняя перезагрузка, которую говорит Александр Михайлович, наверное, была самой глубокой и подавляющее большинство важнейших направлений туда вошло. Что беспокоит на сегодняшний день, что не вошло? Не вошли подходы для выработки единой стратегии по противодействию киберпреступности. Все понимают и все сегодня говорили о том, что киберпреступность сегодня растет мощнейшими темпами. Хотелось бы, конечно, иметь большую координацию действий государства и бизнеса в случае организации массовых кибератак. И в этой связи было принято решение, на самом деле, при поддержке уже коллег из Минцифры, для того, чтобы бизнес сфокусировался в рамках этого периода развития программы цифровой экономики по направлению информационной безопасности на двух приоритетных направлениях. Это борьба с телефонным мошенничеством, и здесь у нас огромный пласт работы у всех вместе, и второе подготовка кадров. Сегодня уже как минимум два моих коллеги здесь сказали про подготовку кадров. Мне кажется, надо смело признать, что у нас есть кадровая катастрофа в стране по направлению информационной безопасности. Спасибо, что определен ВУЗ, базовый ВУЗ, который будет у нас в стране флагманом по развитию этой компетенции. Но по нашей оценке не менее 20 тысяч сегодня сотрудников кибербезопасности это дефицит кадров. 20 тысяч эти минимум. Но еще большая кадровая катастрофа в преподавательском составе. Мне кажется, что сегодня фокус должен быть сосредоточен на подготовку большого отряда преподавательского состава для того, чтобы быстрее решить проблему кадрового голода. Вот эти два больших направления вошли в состав программы цифровой экономики, в которой четвертая перезагрузка случилась. И мои коллеги из бизнеса общества многократно ставили эти вопросы. Ну и слава богу, что сегодня парадигма изменилась, о чем сказал Юрий. И эти направления сегодня в фокусе и органов государственной власти, и регуляторов, и фокусах представителей бизнеса, которые активно бьют в этот колокольчик для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Я хотел бы немножко добавить по направлению методического обеспечения деятельности мы движемся по пути убеждений. У нас есть ряд методических документов Национального Координационного Центра, которые мы рассылаем всем желающим. Более того, на сегодняшний день нами разработан ряд проектов государственных стандартов в области обнаружения предупреждения ликвидации последствий компьютерных атак, которые внесены в 362-й комитет технический. И я хотел бы призвать здесь всех присутствующих принять активное участие в обсуждении этих проектов для того, чтобы они были реальным отражением жизни, который на сегодняшний день у нас есть. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Юрий, хотел с вами, знаете, вот сейчас, когда говорим про поддержку отрасли, это во многом еще и вопрос финансирования. Ведь кибербезопасность это, ну, в общем, прямо не дешевая штука. И если посмотреть на некоторую статистику финансирования проектов по информационной безопасности, она выглядит, ну, такой, достаточно печальной. Если в мире в среднем выделяется до 5% от IT-бюджетов на обеспечение кибербезопасности, то в России по разным оценкам эта цифра где-то порядка 1-2%. И это в разы меньше. Как ты считаешь, Юр, каким должна быть поддержка отрасли, поддержка развивающихся бизнесов, стартапов, для того, чтобы вот эта вот критическая масса людей, могущих обеспечить безопасность, технологий, необходимых для обеспечения безопасности, но тем более в условиях импортозамещения она появлялась и развивалась. Спасибо, Игорь. Я тогда продолжу свою мысль предыдущую про гендиров. Вот мой личный опыт, опыт позитива, он такой, что когда начинается диалог между службой безопасности и топ-менеджментом компании, то результаты достигаются в первую очередь не за счет денег. Ну, то есть на нашей практике есть примеры того, как результат, когда неприемлемый сценарий становится невозможным, достигается без увеличения бюджета. Без чего невозможно получить такой результат без вовлечения топов. Ну, то есть пока гендир лично не потратит на это условные 10 часов, а топ-менеджмент профильный, который отвечает за те или иные бизнес-направления, в которых можно устроить негативный сценарий, условный главный инженер, казначей или финдир, лигал ребята, пиар ребята, вот пока они тоже не потратят условно там 20 часов, результатов там не получить. Поэтому вот так вот понятное дело, что с тем уровнем цифровизации, который у нас сейчас есть, тяжело отделить что на безопасность, а что на цифровизацию. Ну, то есть условно, если ты хочешь получить результат, когда неприемлемый сценарий становится невозможным, тебе нужно менять бизнес и IT-инфраструктуру. Но это ведь стоимость бизнеса и IT-инфраструктуру. То есть, грубо говоря, и B-ready IT-инфраструктура не стоит дороже, чем не и B-ready IT-инфраструктура. Поэтому просто тратя деньги на цифровизацию, ты можешь потратить с учетом того, что тебе нужно будет получать такой результат в кибербезопасности. А потом сама кибербезопасность не будет стоить дороже. Поэтому мое такое, может быть, непопулярное убеждение заключается в том, что по-честному нам не нужно валить как-то на то, что у нас недостаточно денег. Ну, денег у нас много на цифровизацию. Правильно ее надо делать. Те деньги, которые тратятся на безопасность сейчас, они на самом деле достаточны для того, чтобы начать получать первые результаты. И здесь, получается, не надо занимать, мне кажется, позицию нам, кибербезопасникам, позицию, что дайте денег, то начнем делать результат. Давайте делать такие результаты, которые начнут вдохновлять первых лиц, а потом они начнут, может быть, давать чуть больше денег. Вот. Это вот с точки зрения заказчика. История с точки зрения самого бизнеса, того, как делаются продукты, компании какие-то. Ну, ведь по-честному в стране не так мало денег. Много инвестфондов, много людей конкретных, которые готовы инвестировать деньги в продукты. Есть какой-то другой фактор, причина, почему эти деньги не так легко пускаются в кибербезопасность. Непонятность, может быть, где-то зарегулированность. Поэтому на самом деле, если мы начнем получать все больше и больше простых, понятных, измеримых, достижимых результатов, денег просто коммерческих придет очень много в эту индустрию. Ну, и помимо всего прочего, всегда есть возможность быстро расти хай-теку, выходить на биржу, привлекать свои средства. Какие-то денег на самом деле прям много. Просто нужно делать результаты. Вот мой ответ такой. Может, он не очень популярный, но тем не менее. Да, Юр, но тут, ты знаешь, я обеими руками за. И подход, когда тоже обсуждаем такие вопросы, что если умно расходовать существующий бюджет, то прям можно заметно повысить информационную безопасность. Но что-то вот по нашему с тобой опыту реализации проектов, когда мы начинаем выходить на топ-менеджмент и действительно бороться с вот этими экзистенциальными рисками, бюджетный инфобес ну вот так раза в три вырастает, в том числе благодаря вниманию со стороны высшего руководства. Ну, так это хорошо, если он вырастает, то, конечно, давайте просто на этот бюджет делать еще лучше. Но вопрос ведь он в одном. Слушайте, ребят, за деньги крутой результат купить нельзя. Никогда и нигде. Ну, видишь, такая пословица, ну, хочешь сделать там хорошо, но сделай это дешево. Как только появляются деньги, внимание не туда. Как их потратить, как их использовать? Ну, не о том начинают люди думать. Поэтому денег надо тратить мало, а фокусироваться на результате. Да, хорошо. Мне кажется, я только реплику добавлю. Мне кажется, что вот наш опыт показывает, что не только инвестиции играют здесь ключевую роль, наш опыт показывает, что не менее 80% от вообще реализации большого проекта это изменение процессов. Это построение процессов, построение правил, как быть эффективными. И меньшая роль относится уже к финансированию. Да, в этом смысле я согласен. Александр Михайлович. Да, я про деньги все-таки скажу. Значит, у нас ведомственные программы цифровой трансформации сейчас утверждены. И в том числе есть методики, по которым оценивается их успешность, ну и требования к ним предъявляются. Вот мы сейчас вносим туда изменения, связанные с информационной безопасностью. Ну и вот пока на ближайшем этапе мы не закладываем конкретный процент, сколько нужно тратить на информационную безопасность, но будет проведен соответствующий мониторинг. То есть фаивы должны будут давать картину по тому, сколько средств они потратили конкретно на ИБ. Вот исходя из того, что... Ну и тогда мы получим некую объективную картину, и возможно на следующих этапах это надо обсуждать, ну предъявим соответствующее требование, что должно тратиться не меньше какой-то суммы. Спасибо. Дмитрий, добавите к нашей дискуссии. Да, я хотел буквально короткую ремарку, основываясь на нашем опыте в компании. Первое, что мне кажется, что в плане оптимизации экономии средств очень важно, чтобы ИБ включалось на самом начальном этапе, что конечно сильно экономят затраты, чем если потом подключаться на какое-то это будет наложенное решение. Поэтому для нас и вот то, что мы со своей стороны в компании всячески продвигаем, это то, чтобы с первого шага с уровня идеи уже включались вопросы информационной безопасности. И второе, по линиям и направлениям, я должен сказать, что вот опять же основываясь на нашем опыте, особенно в условиях пандемии, сейчас все чаще ломают не компании, а людей. И поэтому уровень повышения осведомленности, который менее затратен, скажем так, чем перестройка инфраструктуры, тем не менее становится крайне важным и дает самый лучший эффект. Да, я на самом деле согласен. Это очень хороший у нас сейчас получился диалог. Действительно, безопасники очень часто попадают в такую очень простую ловушку. С одной стороны, конечно, самый правильный и дешевый путь обеспечения кибербезопасности, это так или иначе изменение процессов, изменение бизнес-процессов, какие-то архитектурные решения на уровне IT, но дальше, если они безопасники, мы с вами не можем это продавить, не пользуемся достаточным весом, не можем объяснить это руководству, то мы начинаем скорее играть вот в эти кубики технологий безопасности, а давайте, мы не можем изменить бизнес-процесс, а давайте поставим еще 10, 20, 30 коробок, обеспечивающих вот эту киберзащищенность, ну а дальше, понятно, это возрастание энтропии системы, усложнение эксплуатации, и скорее этот путь приводит нас к ухудшению параметров защищенности, нежели к ее повышению, я согласен, что абсолютно правильный и наиболее такой, ну я не могу сказать дешевый, но наиболее правильный путь через изменение процесса. Хорошо, давайте... Игорь, можно я чуть-чуть еще добавлю? Мне кажется, что здесь Санислав Константинович правильно сказал, что изменение логики, бизнес-логики, это очень важно, и надо уже на этом этапе учитывать вопросы безопасности, поэтому я бы все-таки вот разделил вопрос финансирования области ИБ на два аспекта, это разработка, проработка вопросов и методов обеспечения безопасности конкретных технологий без применения к конкретным бизнесам, и вопрос внедрения вот этих наработок в конкретные системы. Да, разработка новых подходов, новых средств к обеспечению безопасности, оно требует вложения, в том числе, со стороны государства, но поскольку это затратный механизм, а вот внедрение в конкретные процессы информационной системы, здесь, наверное, если правильно выстраивать процессы информатизации, то больших средств вряд ли потребуется. Да, согласен, спасибо. Движемся дальше. Знаете, хотел обсудить еще такой вопрос, касающийся отраслевого регулирования в области информационной безопасности. По мировой практике, в развитых кибербезопасности странах большая роль отведена отраслевым регуляторам, то есть ФАИВам, в нашей терминологии, курирующим отрасль, еще и догружается, добавляется еще и определенные аспекты в обеспечении кибербезопасности отрасли. Даже не столько обеспечения кибербезопасности, а сколько готовности к отражению атак. И вот говоря про отраслевое регулирование, хотел сначала, Антон Юрьевич, вам задать вопрос. Сейчас действительно Минэнерго очень активно продвигает тему кибербезопасности. Сейчас некоторое количество рабочих групп функционирует. Вы проводите отраслевые учения по кибербезопасности. Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом роль Министерства энергетики, ну и вообще роль отраслевого регулирования в кибербезопасности. Да, Игорь, спасибо. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Ну, прежде чем ответить сразу в лоб на вопрос, небольшую историю, как у нас это создавалось. В 2018 году был создан наш департамент, в который вошли вопросы, соответственно, в том числе экономической безопасности. Это о чем мы сегодня много говорим. Кто на что тратит деньги и как. Второй вопрос. У нас есть собственный закон, не у всех, соответственно, отраслевых министерств есть закон безопасности объектов ТЭК. Вот, и, соответственно, во исполнении этого закона мы занимаемся обеспечением, вырабатыванием политики в области обеспечения безопасности объектов ТЭК, а именно от актов незаконного вмешательства. И, соответственно, третье такое важное направление, это как раз у нас создан был отдел информационной безопасности. Эти все три, ну, два направления, напрямую подчиняются руководителю министерства, министру, что дает нам определенные административные возможности и уделять этому вопросу все, уделять этому вопросу особое внимание всех руководителей структурных подразделений. Вот, дальше, соответственно, сегодня уже говорилось, что такое, говорилось, что такое, да, безопасность, отсутствие опасности. Отсутствие опасности это комплекс, мерно, на наш взгляд. Для того, чтобы выработать комплекс мер, чтобы такая опасность отсутствовала, надо понимать, в чем такая опасность выражается, да, это как внешний нарушитель, так и, соответственно, внутренний нарушитель. Когда мы в 2019 году начали, в первую очередь, бросились изучать, что такое внешний нарушитель, да, эти хакерские различные компании, вот, в том числе транснационального масштаба, вот, мы не особо уделили это внимание уже, Виталий Сергеевич об этом сказал, внутреннему нарушителю. Поэтому можно тратить действительно очень большие денежные средства, вот, а сотрудники отраслевых департаментов просто зайдут, флешку ставят с определенным вирусом, и на этом все закончится. Или, например, неправильное использование мобильных сервисов, что на сегодняшний момент очень актуально. Вот, поэтому, на наш взгляд, в чем выражается, соответственно, комплекс мер. Первое, соответственно, разобраться с внутренним нарушителем. И уже потом, ну, не потом, а параллельно, соответственно, заниматься вопросом противодействия внутреннему нарушителю. Значит, что сделало министерство? Помимо создания такого структурного подразделения, мы одни из первых федеральных органов исполнительной власти создали свой собственный ведомственный центр кибербезопасности. Уверяю вас, за очень маленькие деньги. Вот, соответственно, этот центр ведомственной безопасности, кибербезопасности, зона ответственности его явилась, это непосредственно центральный аппарат и наши подведомственные организации. Да, действительно, в нашем центральном аппарате и подведомственных организаций немного значимых объектов критической информационной инфраструктуры, но при этом Поэтому мы на сегодняшний момент мониторим состояние защищенности этих объектов. Растет? Да, растет количество попыток различных взломов, кибератак. Боремся с ними? Да, боремся. Но это что касалось соответственно в отношении министерства и наших подведомственных организаций. Сегодня также задавались вопросы нашим регуляторам, достаточно ли на сегодняшний день нормативно-правовых актов, которые регулируют эти вопросы. Для нас, как для субъекта по закону о безопасности объектов критической информационной инфраструктуры, конечно достаточно. Конечно достаточно, и требования есть, и закон работает. А теперь мы переходим соответственно для отрасли. Поговорите об отрасли, как Игорь как раз и задал вопрос. Что мы сделали для отрасли? Значит, у нас создана определенная площадка, где мы собрали представителей всех ведущих компаний топливно-аналитического комплекса, чтобы понять, что вообще происходит. Да, в первом этапе мы ее использовали как соответственно координация и помощь в завершении процедур категорирования, а потом соответственно начали выносить вопросы, проблемы, которые имеются у наших компаний топливно-аналитического комплекса. Что мы на сегодняшний момент видим? Мы говорим сейчас о законодательстве. Да, законодательства для нас, для субъекта достаточно. Но если рассматривать нас как отраслевого координатора в данной ситуации, то мы считаем, нам, конечно, здесь в дальнейшем бы потребовалось дополнительные полномочия в целях, соответственно, мониторинга. Для чего нам нужен такой мониторинг? Да, мы сегодня запустили определенного рода пилотный проект и запустили его только умышленно в области субъектов электроэнергии. Потому что на сегодняшний момент видим, что субъекты электроэнергетики наиболее взаимосвязаны. И не дай бог, атака компьютерная на один из субъектов может повлечь с собой, соответственно, неисполнение своих обязательств другими субъектами электроэнергетики. Я сейчас, если поподробнее, то это организации, которые занимаются передачей электрической энергии, основная это Россети, организации, которые производят электрическую энергию, организации, которая основная диспетчеризирует этот системный оператор, сбытовые организации. Мы понимаем, что своего рода в настоящее время появляется новая сущность, как кибербезопасник в ТЭК, который должен понимать, как работает организация ТЭК, в зависимости от ее торслевого принадлежности, и понимать, что такое информационная безопасность. Вот мы что-то начинаем вот в этой части нащупывать. Что это будет, в виде чего, пока не понимаем, но понимаем, что это нужно. И уже завершая свое вступление в части состояния защищенности в отрасли, да, компании топливно-энергетического комплекса сами себя защищают на довольно высоком уровне. Мы видим, что вкладываются деньги, мы видим, по крайней мере, в крупных компаниях отношения руководителей, довольно очень серьезные руководители первых лиц компаний к вопросу информационной безопасности. Но не нужно забывать, что у нас действуют тысячи мелких компаний топливно-энергетического комплекса, которые вообще не уделяют этому никакого внимания и относятся к этому несерьезно. Вот этой серой зоной тоже необходимо очень усиленно заниматься. На сегодняшний момент компании защищены. Как будет дальше развиваться, ну, время покажет, но мы видим, да, Игорь уже говорил про международный опыт, да, мы видели, что происходило в США при атаке на трубопроводную систему, на что это может повлиять. Все-таки мы отличаемся от банковского сектора, от финансового сектора. Если там атака – это хищение денежных средств, то у нас все-таки атака, которая может привести к отключению определенных технологических процессов, которые, в свою очередь, могут повлиять на жизнеобеспечение, экологическую безопасность наших граждан. Поэтому мы очень серьезно уделяем внимание этому направлению, и вот та площадка, которая у нас создана, вот, с представителями, я же говорю, ведущих компаний топливно-энергетического комплекса, мы пытаемся взаимодействовать, вот, и видим, что такое взаимодействие, оно должно быть на постоянной основе, и тогда от этого взаимодействия будет результат. Спасибо. Да, спасибо. А вот, Станислав Константинович, а вот отрасль кредитно-финансовая, она такая все-таки достаточно монолитная, да, несмотря на то, что есть конкуренция, тем не менее, там, может быть, это усилие Центрального банка или само профессиональное сообщество объединяется. Видите вы ценность именно в таком профессиональном объединении отраслевом? В чем польза? Да, спасибо большое за вопрос. Ну, очевидно, что регулятор, как Центробанк, здесь оказывает решающее такое позитивное влияние на объединение общих усилий. И мы, на самом деле, в своей отрасли обсуждаем это и под зонтиком Банка России, и под зонтикой Ассоциации Банков России все вместе обсуждаем, на самом деле, наши острые проблемы, где мы можем сосредоточить свои усилия. Но мне кажется, что здесь, конечно же, я вернусь вот к теме противодействия киберпреступности к кибермошенничеству. Я могу вам сказать, что вот объем фрода в стране на сегодняшний день превысил максимум за всю историю наблюдений. То, о чем сказал Юрий, на самом деле, в самом начале. И это может быть попытки, но киберпреступность, вообще совершение киберпреступлений, количество их увеличилось. И вот наша цифра показывает, что Сбер предотвратил вот за 11 месяцев этого года более 11 миллиардов, ой, более 100 миллиардов рублей фрода за 11 месяцев. То есть мы спасли деньги своих клиентов, когда были попытки атаки. И эта цифра, на самом деле, беспрецедентная. Одновременно, помните, я говорил о том, что мы боремся с телефонным мошенничеством, и, конечно же, мы здесь координируем наши действия. Но нам немножко здесь удалось, может быть, сделать больше. У нас примерно где-то на 50% по нашим клиентам снизилось телефонное мошенничество. Но одновременно другая цифра, о которой нам говорит наш регулятор, говорит о том, что общий фон в стране телефонного мошенничества не уменьшается, а даже растет примерно на 15%. О чем это говорит? Это говорит о том, что преступники просто перетекают с одной организации на другую организацию. И в этой ситуации, конечно же, невозможно ни объединять усилия, ни координировать наши усилия все вместе, потому что произойдет ровно то, что происходит. Некоторые банки заявили о том, что потери их клиентов выросли в текущем году не менее чем на 40%. И это тоже говорит о том, что перетекают, собственно говоря, с одной организации в другую. И по противодействию, конечно же, нам надо координировать усилия. Мы, например, при поддержке нескольких кредитных организаций, при поддержке ЦБ сейчас объявили войну дропперам. Наверное, не стоит в этой аудитории рассказывать, кто такие дропперы или дропы. Так вот, первая аналитика показала, что у нас активно действует в день около 500 тысяч дропперов. Важно понимать, как они действуют, что они делают, какие инструменты использовать и что мы можем сделать для того, чтобы предотвратить, не допустить, остановить. И у нас была ситуация, когда мы одномоментно заблокировали около 15 тысяч карточек, которые использовали дропперы. Мы попали на 100% в цель. Важно здесь, конечно же, не только координировать усилия в рамках финансово-кредитной сферы, в рамках кредитных организаций, но и с правоохранителями. Потому что здесь мы можем выявлять, но мы не субъект ОРД, оперативно-розыскной деятельности. Конечно же, автоматически, одномоментно к этой проблеме должны подключаться правоохранительные органы и мгновенно реагировать. К сожалению, в отношении этой категории преступников у нас фактически никогда не доходит дело до судов. Ну да, были факты, когда их задерживали, значит нам надо сделать такую законодательную базу, такие изменения в наших подходах, принять жесткие меры по реагированию и добиваться этих целей. Мне кажется, вот у нас есть много примеров, когда у нас это получается, получается неплохо, и этому в том числе способствует то, что нормативная база, которая существенно сейчас переосмысливает, гармонизирует Банк России, она помогает кредитным организациям выстраивать процессы вот именно в эту сторону. Спасибо. Хорошо, спасибо. Виталий Сергеевич, планируется ли в части нормативной базы по критической информационной инфраструктуре усиление роли отраслевых файлов, отраслевых регуляторов? Первое. Мы поддерживаем вообще усиление роли отраслевых регуляторов в области обеспечения информационной безопасности и в частности обеспечения критической информационной инфраструктуры. Мы внесли в правительство предложение по участию отраслевых регуляторов в процедуре отнесения объектов к критической информационной инфраструктуре, пока это ограничено. То есть в целом не системное такое действие. Но я думаю, что понимая, куда движется и аппарат советской безопасности, давая нам определенные указания и аппарат правительства, я думаю, что мы придем к постепенному все больше и больше усилению роли отраслевых регуляторов в вопросе информационной безопасности. Но только здесь есть один нюанс, это отраслевая роль, она в чем должна заключаться, надо понимать. Если это создать еще одного дополнительно, значит, федеральный орган, который уполномочен в области обеспечения информационной безопасности, установить какие-то дополнительные требования, то мы сегодня вроде бы все в ходе дискуссии подтвердили, что нормативно-правовая база сегодня достаточно. И, значит, для того, чтобы просто своим письмом перенаправить документы в СТЭК или ФСБ до определенных там организаций, для этого отраслевой регулятор, я думаю, не нужен. У нас, к сожалению, за исключением Центрального банка, который такую политику нормативного регулирования очень ответственно проводит, у нас на сегодняшний момент мы от отраслевых регуляторов, которые сегодня создают, имеют определенные попытки или заявки на свою повышенную роль, видим именно такие пока действия. То есть это перенаправление документов или материалов, которые направляются из уполномоченных федеральных органов, значит, отсутствие каких-то там разъяснений, учитывающих специфику ту или иную норму. Мы-то со своей стороны видим именно в этом роль отраслевых регуляторов. То есть есть какая-то проблема отраслевая. Вот отраслевой регулятор и должен ее решать. То есть вот сказано было о том, что в электроэнергетике все взаимосвязано, условно говоря, так надо и на вот этих проблемных вопросах искать роли, собирать их, с ними общаться, решать эту проблему. Я вот простейший пример могу привести из того, что сказали, привели электроэнергетику. Взяли, принимается решение о том, подключить к одной инфраструктуре и генерацию, снабжение и так далее. Все, а технические решения по подключению, то есть правовое, понятно, концепция, стратегия, единая цифровизация пространства. А технические решения по подключению никто не прорабатывает. Все, с точки зрения безопасности я имею в виду. Ну и дальше начинается пикетирование друг друга писем. Значит, надо, не надо, разъясните, покажите. Так вот, этот вопрос во всех отраслях проблемный существует. Я могу привести это не только и по транспорту, и по здравоохранению и так далее. Когда решения-то принимаются, организационные, стратегические, а потом требуется их проработка на уровне реализации. И здесь, учитывая, что у нас все-таки 13 сфер в критическую информационную инфраструктуру включены, именно в этом и заключается роль отраслевого регулятора. И если мы к этому подойдем и в этом направлении будем двигаться, мы двумя руками за. А если это будет, как я сказал, перенаправление документов или писем, просто направляем и дальше идите опять во ВСТЭК, пусть они, ну тогда это, мне кажется, неэффективная схема работы. Юра, одну фразу, если только. Ну прям короткую фразу. Я хотел развить мысль Виталия Сергеевича все-таки про отраслевую безопасность. Что есть результат деятельности отраслевой безопасности? Ну то есть взаимопомощь, да, но она тоже измеримая, насколько мне это помогло. Но самое важное, что на самом деле только отраслевая безопасность может решить проблему, которая возникает в отрасли целиком. Ну мы сегодня напали на энергетику, ну вот электричество. Ну то есть по сути, если мы говорим про то, что в ходе хакерской атаки может быть обесточен город, этот вопрос может решить только отрасль. Только отрасль. А это значит, мне как человеку, живущему в этой стране, очень важно, чтобы отраслевая безопасность начала приводить к таким результатам. Я как человек индустрии в то же время хотел бы стать свидетелем того, когда условно государство соберется и скажет, у нас есть цель сделать сценарий обесточивания города в ходе хакерской атаки нереализуемым. И когда условно я увижу, что позовут лабораторию Касперского, Бизон, Позитив, группа ИБИ и скажут, давайте-ка мы сейчас по-настоящему протестируем, а можно ли устроить хотя бы блэкаут города Миллионника, хотя бы на три часа. Они скажут, можно. Но вот это будет ответом. Когда отраслевая безопасность придет и скажет, что, ребят, все, блэкаут больше невозможен, в ходе хакерской атаки, я скажу, о, фу, все, ура. Вот это результат. Хорошо, да, Юр, спасибо, я согласен. В заключении хочу один, не могу не осветить один важный вопрос, он может быть чуть в сторону, но вот я общался в кулуарах, очень многих он волнует. Оксан Михайлович, к вам. Сейчас в нашу жизнь начали входить облака. Причем не просто облака, которые мы используем так или иначе для частного потребления. На уровне государства и государственных информационных систем мы прям движемся уверенно в эту сторону. По крайней мере, так будет со стороны. Государственная единая облачная платформа, Гособлако, Гостех. Александр Михайлович, вы как регулятор, расскажите, какова политика, куда движется вот в этой части индустрии? Да, спасибо. Ну, вообще, информационные технологии очень быстро сейчас развиваются. Это действительно, это облачно, это туманно, граничные вычисления, программно определяемые системы. Действительно, это очень может быть при правильном использовании эффективно, но это порождает, если мы говорим о последних или чуть предпоследних достижениях в этой сфере с точки зрения ИБ. То есть мы здесь на самом деле действительно находимся на грани возможностей, все мы работаем. Ну, и именно такие решения, видимо, нужно использовать на государственном уровне. То есть если мы говорим о каких-то небольших суперзащищенных системах, можно обойтись без них, но в государстве мы вынуждены будем ими пользоваться. Ну, и понятно, что у какого-то государства, не у Российской Федерации, может быть выбор взять эти системы полностью и соответствующую информационную безопасность тоже зарубежную, ну и тогда мы полностью будем зависимы. Вот. Россия, конечно, этого сделать не может, поэтому ИБ нужно строить самим свою. Соответственно, ну и такие проекты, вот о них было сказано, это Гособлако, Гостех, значит, ну, здесь нужны новые подходы. Новые подходы и в создании, и потом в последующем мониторинге таких систем. Ну, вот про если Гостех, я здесь вижу, ну, первое, первое, что нужно, это действительно об этом говорилось на ранней стадии и на всех стадиях создания таких облачных платформ, в частности, и других информационных технологий, сразу определять и разрабатывать и внедрять информационную безопасность. Это первое. Второе, то, что здесь нужны новые формы взаимодействия. Вот мы сейчас в рамках министерства, вот примитивно конкретно платформы Гостех, собрали вот эти рабочие группы, это регуляторы, это ведущие разработчики IT и информационной безопасности, это научные организации. И вот на одной площадке нужно работать всем вместе, и вот в таком контексте, наверное, мы сможем эти системы создавать. И такой же вопрос возникает в случае, когда будет мониторинг этих систем. Тоже здесь нужно отстраивать принципиально новое, наверное, взаимодействие государства и бизнеса. Нужно действительно, видимо, предъявлять, и в случае, если мы привлекаем коммерческие организации к защите важных с точки зрения государства систем, предъявлять к ним дополнительные требования. Вот мы обсуждаем вопрос возможности лицензирования операторов государственных информационных систем, которые занимаются информационной безопасностью. Вот с моей точки зрения, вот эти два направления, они вообще ключевые, вот в этом ключе. Да, это очень важно. Спасибо. Виталий Сергеевич, планируются ли изменения в нормативной базе в связи с появлением облачных ГИСов? Ну, я сначала вот все-таки скажу про новые подходы. Вот мы постоянно говорим, нам нужны новые подходы, новые парадигмы, новые концепции. А потом, когда мы начинаем раскрывать вот это все новое, то это все становится забытое старое. Вот эти тезисы, которые мы даже сегодня в ходе дискуссии озвучили. Нам нужно внедрять информационную безопасность с самого начала. Мы когда об этом говорим? Мы сколько об этом говорим? Этим положением уже, я не знаю, они, по-моему, с конца 80-х, только первые компьютеры начали внедряться, появляться, начали об этом говорить. Значит, нам нужно там специалистов обучать. Это тоже как бы не особая новость. Нам нужно отраслевых регуляторов вовлекать. Это тоже не какие-то ножицы. Вот я бы хотел разделить всю нашу всегда и последующую дискуссию на вещи, как это развить. Мы еще, вот наше мнение такое, мы не исчерпали еще существующие ресурсы того, что у нас сегодня. То есть их не повысили их эффективность, а мы уже пытаемся строить что-то сверхновое. И что мы нового сегодня сказали? Поэтому я все-таки предлагаю говорить о повышении качества и эффективности существующего сначала. И потом, когда мы выйдем на определенный предел наших возможностей, вот тогда уже совершать какие-то скачки в будущее и строить какие-то новые схемы, их придумывать. Это тоже надо, это тоже надо, но без того, пока мы не исчерпали существующие возможности, я думаю, что это будет неэффективно. Теперь, что касается отраслевой нормативной базы, мы, я имею, ой, извините, отраслевой нормативной базы, изменение нормативно-правых актов. Да, вот в развитии темы Александра Михайловича, вот это все появление облачных всех сервисов, оказание услуг и так далее, оно, собственно говоря, к чему приводит? Оно приводит к изменению, ну, как бы, не то чтобы концептуально, мы всегда об этом говорили, но с точки зрения нормативно-правых актов, вот у нас сейчас требования по защите государственных информационных систем, установленных в соответствии с 149-м федеральным законом. Но государственная информационная система на сегодняшний момент выродилась из вот той вот информационной или автоматизированной системы, которую мы ее знали там в 90-х годах, когда эти стандарты 34-й серии зарождались, когда это оборудование, когда это специалисты, программное обеспечение. Сегодня это выродилось в некие прикладное программное обеспечение и сервисы, которые сейчас многие, значит, называют государственной информационной системой, дальше ее разворачивают на инфраструктуре уже существующей, того же ЦОДа, либо на облачной, либо на необлачной, большой разницы нет. И дальше у нас получается следующая проблема. Мы требования государственной информационной системе, как бы, предъявили законодательно, нормативно, а инфраструктура, на которую эта государственная информационная система у нас, как бы, а тем более, если эта инфраструктура принадлежит коммерческой компании, как правило, сейчас это так, к инфраструктуре требования никакие у нас на сегодняшний момент не предъявлены. Поэтому это стало одно из таким побуждающим действий к тому, чтобы предложить нам поменять норму 149-го закона и требования, чтобы устанавливались не только на защиту информации, являющейся государственной информационной системы в системе, а требования по защите информации, являющейся государственным информационным ресурсом, вне зависимости от того места, где этот государственный информационный ресурс обрабатывается, на прикладном уровне государственном или на системном уровне в центре обработки данных. Такие предложения мы внесли. Сейчас они обсуждаются. Примут, не примут вопрос уже от нас, малозависящий. Но это потребует, безусловно, изменения. В части СТЭК скажу 17-го приказа в СТЭК России, всем известного, когда мы должны будем от регулирования конкретного объекта информационной системы перейти к определению требований к процессам организации и управления защитой информации у оператора такого сервиса. Такая работа у нас сейчас идет. Спасибо. Игорь Федорович, будет ли меняться позиция НКЦКИ в связи с появлением облачных ГИСов усиливаться роль НКЦКИ? На наш взгляд, здесь для НКЦКИ большой разницы нет. Конечно, наверное, вот можно сейчас говорить о том, что кибербезопасность или обнаружение атак становится сервисом, который будет предлагаться собственнику информации, как сказал Виталий Сергеевич. И в этом смысле, да, наверное, наши подходы претерпят какое-то изменение, но это будет скорее эволюционное изменение в развитии наших отношений с теми организациями, которые будут такой сервис предлагать. Спасибо. Станислав Константинович. Да, я хотел бы на самом деле Александра Михайловича поддержать. Надо честно сказать, что мы сегодня стоим на пороге большого, нового, крупного проекта, который сейчас еще надо сформулировать и построить основные принципы архитектуры. Как защищать ГИСы? Как защищать облачные ГИСы? Ответов на эти вопросы, надо честно сказать, на сегодняшний день доскональных нет. Такая работа начата, начата под руководством группы, которую возглавляет Александр Михайлович. И мне кажется, что здесь нам надо все вместе объединиться для того, чтобы лучшие практики, лучший опыт соединить вместе и помочь в короткие строки, на самом деле под зонтиком Минцифры, построить решение, которое будет защищать государственные информационные системы более эффективно. Я позволю себе добавить, Станислав Константинович. Когда мы говорим о том, как защищать ГИСы, это все-таки больше технологическая проблема. Проблема программного обеспечения, оборудования. Когда мы строим гособлако на инфраструктуре, которая по объективным, субъективным причинам, мягко так говоря, управляется не нами, в этом самый большой вызов. Как построить безопасность вот в этих условиях? В вопросах, в подходах, с точки зрения общих подходов, как нам строить центры мониторинга, специалисты, процессы безопасной разработки и так далее, это все решаемые задачи. А все-таки самый проблемный вопрос – это технологический. То есть, и эта проблема того примера, который я приводил. То есть, вначале мы начинаем внедрять какие-то перспективные технологии, не имея, собственно говоря, некого базиса, на основе которого мы это создаем. Мы можем много-много придумывать различных механизмов, но если мы сегодня объективно не можем контролировать, я так условно набитый оскомину, процесс ремонта, поддержки серверного оборудования, СХД и телеком-оборудования, мы сами не в состоянии контролировать эти процессы, но тогда мы строим некие воздушные замки, собственно говоря. Мы вкладываем деньги, и эффективность чего достичь, даже на высоком уровне, точно не получится. Спасибо большое. Видно, что Виталий Сергеевич заделла тема защиты государственных информационных систем. Друзья мои, прям, не знаю, у модератора есть одна очень такая неприятная обязанность – это останавливать дискуссию, когда завершилось время, и, к сожалению, у нас время нашей первой пленарной панели подошло к концу. Мы не поставили точку, мы не поставили даже точку с запятой, может быть, это запятая, это приглашение к дальнейшему диалогу, к диалогу, который будет в течение двух дней. Друзья мои, давайте поблагодарим нашу панель, наших спикеров. Очень интересные, не всегда однозначные мнения прозвучали, очень здорово. Коллеги, большое вам спасибо. Считаю наш СОК-форум открытый. СОК-форум открытый. СОК-форум открытый. Субтитры подогнал «Симон»